Здравствуйте дорогие друзья! Я уже неоднократно наблюдал картинки в интернете, где люди ходят с магнитными шнурками. Мне очень захотелось тоже приобрести такую технологию магнитных шнурков. И на Алиэкспрессе я выписал себе такую штучку. Естественно, шло на мне несколько месяцев, по-моему два месяца. Наконец-таки я их получил и долго думал, стоит их ставить или нет. Особенно на мои любимые кроссовки, в которых я постоянно хожу на работу, в центр, по магазинам, вообще куда угодно. Любимые мои кроссовки. Думаю, у каждого человека есть своя любимая обувь, которую он носит повседневно и практически везде. То есть, если мне не надо ни на какие мероприятия важные, то я, естественно, хожу в кроссовках. В этих своих любимых. Это не беговые кроссовки, это обычные, то есть, получается, для зала кроссовки, но они прошиты, проклеены, то есть, это фирменные кроссовки. Ну ладно, хватит разлагольствовать. Я вам покажу, как ставятся магнитные шнурки. В принципе, здесь ничего сложного нету. Вы подтягиваете свои шнурочки, чтобы они были примерно, ну так, примерно хорошо затянуто, но в то же время и не сильно, потому что после того, как вы поставите магнитные шнурки, если у вас маленькие дырочки, их будут вытащить невозможно. Естественно, чтобы, допустим, постирать шнурки, вам нужно будет откручивать их и уже потом вытаскивать свои шнурки. И в этом есть, конечно, свои минусы, что нужно будет раскрутить. Шнурок стягивается вот такими вот саморезиками и маленькой отверточкой, которые идут, естественно, в комплекте. Не надо об этом беспокоиться, китайцы молодцы, они все это предусмотрели и в комплекте также идут еще и шнурки. Поэтому тут им вообще похвала и вся эта красота, по-моему, за 200 рублей. Кто-то, возможно, скажет, что это слишком дорого, что это все ерунда и зачем это заказывать, но досмотрите это видео до конца и посмотрите, какой эстетический вид приобретает ваша обувь после того, как вы ставите магнитные шнурки. Я все-таки долго шел до этого момента, чтобы обрезать свои шнурки и перегрутить магнитные, но все-таки это сделал и очень был удовлетворен результатом, потому что на вид кроссовки стали просто великолепно смотреться. И мне это понравилось. Перед тем, как вставлять вот эти вот магнитные зажимы или застежки, вы обязательно обрезайте шнурочки и припаливайте их в спички, чтобы они не расщеплялись, не распушивались, не знаю, как правильно выразиться. И потом уже вставляете, естественно, в этот магнитный зажим и прижимаете его, прикручиваете специальным вот этим шурупчиком, саморезиком в эту штуку. Я не знаю, сколько, как оно продержится по времени и вообще, насколько это будет крепкая технология, но забегая вперед, я уже хочу сказать им, что на практике я убедился, что эта технология очень хорошая и при том, при всем, вот эти вот магнитные зажимы, они держат просто великолепно. И шнурки приобретают вместе с кроссовками очень элегантный эстетический вид, который не оставит равнодушным у вас самих. И, естественно, люди, допустим, которые будут в вашем окружении, они обратят внимание на то, что у вас совершенно не завязаны шнурки, а застенуты такой магнитной застежкой. Возможно, для кого-то это не сильно важно, кому-то это не нужно, это вообще пустая трата времени. Я вообще заказал для себя, потому что мне очень сильно понравился вид кроссовок, они смотрятся замечательно, великолепно, красиво, просто классно. С приобретением и установкой такой вот приблуды я стал доволен и счастлив. Я уже в начале видео говорил, что я эти кроссовки не использую в спортивных целях, но я в них пробежал 2 раза 3 километра, а также просто хожу и использую в повседневной жизни. Естественно, шнурки ни разу не развязались, но теперь, надо сказать, не соединились, наверное, правильно, не выскочили из магнитных замков и чувствуют себя совершенно великолепно. Поэтому я смело могу рекомендовать вам заказывать такие шнурки, ставить на свои кроссовки и использовать их по своему прямому назначению. А также вы можете наблюдать кадры с прыжками на скакалке, где тоже шнурки и кроссовки испытывают хорошую динамическую нагрузку и они остаются в своем обычном положении, их ничего не тревожит совершенно. Всем спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok